Полторы тысячи участников из полусотни стран мира. В Варшаве в рамках ОБСЕ стартовала крупнейшая в Европе конференция по правам человека. Несмотря на блокирование со стороны России, членам организации удалось провести встречу и представить результаты своих исследований. Один из ключевых вопросов – это ситуация в Украине и нарушение прав человека России как в Украине, так и в самой Федерации. Представители России на конференции не появились, заявив накануне, что будут бойкотировать собрания. Слово, Россия второй год подряд под разными предлогами саботирует проведение конференции по правам человека. В этот раз Федерации не понравилась повестка дня и место проведения – Варшава. От имени принимающей стороны министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, открывая конференцию, заявил, что фокусы России не станут помехой для встречи правозащитников со всего мира. В свою очередь, представитель Украины Евгений Цымбалюк призвал участников поработать над механизмом создания реестра всех преступлений российского режима, чтобы привлечь виновных к ответственности в международном суде. Даже если Россия будет продолжать блокировать наши инициативы по проведению конференции по человеческому измерению, мы будем продолжать встречаться в Варшаве, чтобы реализовать нашу традицию диалога. Основные права и свободы человека нарушены из-за того, что Россия нарушила территориальную целостность своего соседа. Нарушаются права человека, верховенство закона. Это привело к ужасному гуманитарному кризису в Украине. В настоящий момент на территории Украины были зафиксированы более тысячи военных преступлений со стороны России. Международный центр в Гааге по расследованию преступлений это первый шаг в верном направлении. Конечно, необходимо создать реестр доказательств совершенных преступлений. Преступники должны быть привлечены к ответственности. В этом состоит справедливость. Поэтому формула мира, представленная президентом Владимиром Зеленским, необходима для того, чтобы этого достичь.